Добрый день! Сегодня, накануне Благовещения, мы приехали на подворье Новоспасского Ставропегиального мужского монастыря в местечко, которое именуется Сумароково. И нас по традиции встречает отец Сергий, настоятель этого подворья. Итак, Благовещение. Что это за день? Как мы знаем, поется в тропаре главизна нашего спасения. Вот расскажите об этом и почему именно на Благовещение разрешено рыбу? Ну, рыба разрешена, потому что очень часто Благовещение попадает на период Великого Поста. Ну, практически всегда. Практически, да. Бывает, если Пасха раннее, то Благовещение. На моей памяти один раз в 2010 году, когда было Благовещение на Светлой Седмице. Моей памяти не хватает, да. Поэтому, собственно, и церковный устав послабления в этот день предлагает в виде вкушения рыбы. Потому что в остальные дни, ну, те, кто строго пастится телесно, рыба не позволяется Великим Постом, ну, кроме праздника Вход Господний в Иерусалим. В два праздника, Благовещение, Вход Господний в Иерусалим, когда вкушаем рыбу. Поэтому предлагаю сегодня такой праздничный, но тоже относительно простой и быстрый рецепт с рыбой. Рыба будет томленная в томатном соусе с специями и овощами. Ну, непростая. А рыба это какая сейчас у нас? Это треска. Треска самая обыкновенная. Да, то есть, многие иногда, кстати, люди говорят, в интернете я выкладываю какие-то тоже рецепты, говорят, вот, очень сложно, например, там, а где приобрести, что приобрести. Ну, какой-то вдруг ингредиент экзотический. Поэтому я стараюсь все-таки упрощать и в том числе, ну, то, что доступно всем нам по карману. Ну, то есть, амаров не готовите на подворе. Нет, слава богу. Но, опять же, многие, кстати, начиная поститься, думают, что, ну, вот, амары по факту постный продукт, ну, это же не мясо, не молочный, да, а рыбные продукты, ну, это не так. Потому что смысл поста изначально был в том, чтобы, вообще, пост это полное воздержание от пищи. Как Христос, вот он 40 дней постился, не ел, не пил ничего. Но в раннехристианской церкви понимание поста перешло в то, что это вкушение такой пищи, которая очень быстрая в приготовлении, проста и дешево. То есть, смысл, чтобы не тратить много средств на еду, а сэкономленные деньги потратить на ближних, то есть, сделать дела милосердия. Поэтому все очень просто, быстро и используют для души и тела. Ну, сейчас дешево вообще очень трудно найти что-либо. Аж картошка, как бы тривиальная картошка, но по 50 рублей. Ну, вы знаете, вот раньше, мы вот в сельском месте находимся, раньше наши прихожане выращивали овощи, картошку. Потом был период, когда, казалось бы, можно все купить в тех же сетевых магазинах, да, и было дешево. Ну, как выяснилось, не очень вкусно и полезно, потому что где это выращивается и кем, с какими химикатами и остальными добавками. А теперь все возвращаются к тому, чтобы самим выращивать. И экологично, и дешево, и полезно. Ну, и потом, это все равно твой труд, и ты знаешь, что, как. И потом, ну, вот это общение тоже с землей, как это все произрастает, как ты это наблюдаешь, мне кажется, это любого человека облагораживает. И не может оставить вот равнодушным. И потом этот человек на эту землю не плюнет и не потопчет. Да, будет ценить те дары, которые Господь дает, и которые с таким трудом. И детей надо обязательно приучать вот к этому труду, который, к сожалению, уходит из школ, из как-то вот подросткового возраста, они все должны получить прям сразу вот на тарелочке с голубой калемочкой. Да, многие дети, мы об этом, кстати, мы как-то с вами говорили, что даже не знают, как и молоко откуда, и как что-то растет. Так, возвращаемся к какой у меня задание. Значит, ваше задание – резать все овощи сюда. Мелко? Ну, для обжарки. А я займусь рыбой. Рыбу на хорошо раскаленной сковородке надо будет обжарить. Сейчас я ее в панировочку. Сейчас посмотрим. Ну, у нас двое, я думаю, что мы с вами, да, большой порции готовить не будем. Ну, зачем же нам же кормить никого не надо? По дворе у вас малочисленное. У нас на подворье нет, слава богу, три человека из братья несут послушание, поэтому им тоже обязательно все это будет. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, телезрители, что когда мы, прям все, все сваривайте, когда мы готовим, мы какие-то заготовки уже заранее делаем, потом, чтобы ускорить процесс, потому что труд оператора сложный, чтобы время, и непредсказываемое бывает, и камеры выходят из строя, да, поэтому нам надо все оперативненько быстренько отснять и сделать еще хороший, качественный продукт. Отец Сергий, ну, вы часто поломничали на святую землю, давайте перенесемся из Сумарокова вот в эти места евангельских событий. Итак, если благовещение Назарет, расскажите нам. Назарет – это красивый город. Сейчас я положу. Это красивый город на севере современного Израиля, и такой он находится на холмах, на такой горестной местности. И сохранились те места, которые связаны с жизнью Божьей Матери и с событиями, которые церковь празднует в праздник Благовещения, вспоминает. Не просто вспоминает, а мы все становимся соучастниками этого события. Ведь в Боге времени нет, и то, что некогда произошло во времени, всегда происходит вне времени, в божественной жизни. И вот, молясь, празднуя, мы становимся свидетелями, участниками этих событий. И вот сохранилось два места, которые связаны с этим событием. То есть есть как бы два предания, где произошло благовещение, и разделяется на две части. То есть первый дом, где проживала Божья Матерь с Иосифом Обручником. А второй колодец, куда она ходила за водой. Ну, это женщины все ходили за водой каждый день. Я не смогу порезать, потому что меня здесь, там, вам доверяем. Ходили за водой каждый день, ну, водопроводов-то не было. Поэтому приходилось вот подниматься вверх, вниз, с кувшином, и порой не один раз на днем. И вот было как бы два явления Архангела и у колодца, и дома. То есть у колодца, когда она воду набирала, дома, когда она или занималась рукоделием, или размышляла над Священным Писанием. Тоже разные традиции церковные есть. Сельдерей. Да, сельдерей. Вот. И, конечно же, для нее это было неожиданно. По своему смирению она даже представить не могла, то, что те пророчества, которые в Ветхом Завете были по явлению Мир Спасителя, будут в ее жизни исполнены. То есть каждый в еврейском обществе надеялся, что он сможет как бы быть соучастником этого события. Надеялся, но до конца, конечно, понятия не имел, насколько это ответственно и тяжело. А Божья Матерь, она воспитанная в Иерусалимском храме с детства, изучавшая Священное Писание, понимала, что это не просто почетно, но действительно страшно, потому что Христос придет для того, чтобы умереть ради нашего спасения и крестной смерти. И как пророчество Божьей Матери, что самой ей оружие пройдет душу. И сердце ее изранит, боль, страдания. То есть вместе с распятием она как бы в духовном смысле на кресте своим сыном перенесет. Поэтому, конечно, она понимала и некое вот такое непонимение, ну, как бы, а как это произойдет? Ведь она же не жила супружеской жизнью с старцем Иосифом, то есть она была ему только вручена на попечение. Но больше всего, мне кажется, поражает вот это смирение. Больше всего, потому что при любых наших жизненных обстоятельствах мы все время, у нас по любому вопросу есть этот процесс какой-то. Да, мы никогда молча не принимаем любое известие. Всегда это очень... У нас есть свое мнение, свое взглядное. А вот это пусть будет по глаголу твоему, это очень редкие люди, которые... Да, и вот это вот смирение как раз оно и дало возможность Богу стать человеком, принять человеческую природу. Конечно, это великая тайна божественной жизни и его любви, заботы о каждом из нас. То есть не просто о человеческом роде, а о каждом из нас. Ведь это то, что отразилось и отражается в нашей жизни. Конечно, если мы откликаемся. То есть если мы не только, приняв крещение, задекларировали себя христианами, честно, пожалуйста, порежьте, пожалуйста, но и стараемся жить христианской жизнью. То мы тоже становимся соучастниками. И, собственно, пришествие в мир Спасителя, оно не остается напрасным для нашей жизни с вами. Вот, мы давайте все порежем. Рыбу мы обжарили с двух сторон очень быстро. То есть это не готовность, это такая полуготовность. Теперь вот овощи какие? Ну вот мы перец добавляем, сельдерей, чеснок, лук и лук-порей. Ну, случайно оказался лук-порей, поэтому можно его и обойтись и без него, просто обычным луком. Все это обжариваем. Сейчас на сковородке тоже, где рыба жарилась. Заливаем томатные вот эти. У нас своя заготовка. Мы томаты сбили в блендере. То, что был их такой большой урожай, кстати, Господь нам дал в этом году, что мы в блендер и заморозили в специальных формочках. И вот удобно добавлять в блюдо свой томат. Да, давайте обжариваем овощи с томатной пастой. И потом туда же мы добавим рыбу, и она томится еще 10 минут. Чеснок. Готово. На Святой Земле мы были неоднократно с прихожанами. И Назарет оставляет действительно очень такое важное, ну, такое глубокое впечатление. Потому что вообще любые библейские места не оставляют. Но там вот эти археологические раскопки, дом, который принадлежал Божьей Матери, который потом христианами почитался. И там была первая христианская община в Назарете, в этом доме. Она раскопана. На ней храм находится большой, величественный. Но, конечно, это здорово. И колодец до сих пор действующий. И вода в нем, по вере тех, кто ее употребляет, она является благодатной и целебной. Она вот очень поджарена. И мы выливаем томатную пасту. И она буквально тоже 5 минуточек сейчас потушится. Под крышкой. Сейчас мы добавим прованские или итальянские травы, кто какие любит. Соль, перец. Вот такая у нас уже готовая соль. И потом заложим рыбу на 10 минут. И блюдо будет готово. Все, у нас рыба подошла. В принципе, мы ее довели. Рыбка томленая. Давайте выложим ее все на тарелочку. Ну, то есть просто вот эта обжарка. Добавили через какое-то время томатную пасту. У вас вообще очень гениально свои томаты замороженные. Перекрученные в блендере. Это я на общую тарелочку к нам выложил. О, красиво, что выглядит. Ну вот, очень просто и, главное, очень вкусно. Откуда вы знаете? Ну, потому что по праздникам мы готовим. Надеюсь, что наши прихожане, не прихожане, а телезрители тоже обязательно попробуют приготовить на праздник Благовещение. А там уже недалеко и до Пасхи. Господь сподобит нас дожить и встретить светлое Христово Воскресенье. Будем прощаться. Отец Сергий, спасибо. Да, я надеюсь, что, собственно, наши дорогие прихожане, телезрители найдут возможность приехать на подворье. И мы всем всегда рады. И с радостью принимаем, в том числе и Великим постом. Так что, дохрани себя Господь. А мы еще желаем всем доехать не только в Сумароково сюда, на подворье, но и оказаться в том самом Назарете, о котором так подробно рассказал сегодня отец Сергий. Все-таки вот эти вот ситуации, она же должна когда-то разрешиться. А вы знаете о том, что патриарх Никон, когда строил на Иерусалим, он вот опонимику святой земли перенес на Подмосковье. И город Красногорск, откуда я родом, Чернево, тогда деревня, а сейчас это уже, ну, деревня вошла в черту города, а там храм у Спине Божьей Матери, был как раз Назаретом. То есть я могу сказать, что вырос, родился и вырос в Назарете, в нашем Подмосковном. Ну, в наших Палестинах. Спасибо, отец Сергий. Прощаемся. До новых встреч. Увидимся через неделю, где будет новое место и новый рецепт. Всех благ. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»